Добрый день дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале и мы продолжаем играть в золотую лихорадку. И как вы помните, в предыдущей серии мы с вами купили довольно много оборудования, нужного, ненужного, всякого разного. В данном случае вот мы уже установили прожектор, да, нам видно участок, где мы с вами будем работать. И единственное самое-самое главное, то что мы с вами не купили, мы не купили промывочный лоток, куда можно будет подключить насос. Вот, это надо срочно исправить, это мы сразу убираем, это мы будем заменять. Вот, поэтому мы в срочном порядке отправляемся в город, у нас сейчас ночь, ну и как бы нам все равно, у нас-то прожектор есть. Единственное, что давайте, наверное, отключим его, чтобы топливо он не ел. Так, и садимся бегом в машину и летим в магазин. Надеюсь, магазин у них ночью работает и у нас все получится, мы сможем приобрести необходимое нам оборудование. Стартуем. Подъезжаем мы к городу, ну и прямиком направляемся в магазин, потому что больше нам здесь ничего не нужно. Нам нужна только одна единственная деталюшечка, да, поэтому мы сразу, сразу летим, сразу летим в магазин и приобретаем нашу деталюшечку. Так, немного врезались, ничего страшного. Так, выключим фары, чтобы аккумулятор не садился. Так, и бегом, 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 бегом. Покупаем промыватель с насосом, вот что нам нужно. Так, оплачиваем покупку. Отлично. И забираем. Забираем. Иди сюда. Как мы про тебя забыли? Совсем забыли про тебя. Давай, кидайся. Все, я думаю, что нормально все, не выпадет он. Так, бегом в машину. Ну, нам сейчас будет попроще в любом случае, да, у нас сейчас прожектор будет, и мы с вами можем копать хоть всю ночь. И теоретически у нас в 12 часов должны снять, по-моему, 55 долларов уплату за кредит. Ну, посмотрим. Так, вот, вот мы и дома. Вот мы и дома. Давайте глушить двигатель. И подключать будем сейчас все наше оборудование. Ну, первым делом... Эй, лоток, иди сюда. Да что такое? Пустите его. Он со мной. Да что ты будешь делать? Все, он отвалился, отлично. Так. Отпустили наш лоток. Давайте подрубим, наверное, свет, чтобы нам видно было. Так. Идем это все дело устанавливать. Идем это все дело устанавливать. Отлично. Так, он, в принципе, ничем у нас не отличается, да, это все то же самое, только единственное, что мы теперь можем подключить шланг с водой. Так, где наш... Где наш... Насос? Давайте нальем топливо. Генератор так гудит громко. Так. Соточка есть у нас. И у нас где-то был шланг. Вот этот шланг, который у нас с фильтром, да. Давайте его сюда кинем пока. Что нам нужно? Еще зеленый шланг нужен. Так. Ну и непосредственно сам насос. В принципе, не так уж и темно ночью. Но все-таки днем, конечно, будет удобнее копать. Так. Подключаем это все дело. Наверное, мы временно пока фильтр отсоединим. Так, это сюда. Ну и все, и подключаем. О, смотрите, к тазику тоже можно подключить. Прикольно. И что, оно подключилось? По-моему, нет. Не работает. Ничего не работает. Подождите. Надо взять этот шланг. Вот что такое. Ладно, сейчас по-другому поступим. Сейчас отсоединим отсюда. И смотаем его. Так. И начнем соединять отсюда. О, есть контакт. Теперь сюда. Так. Ну и красный. И красный. Кидаем его в воду. А он не кинулся в воду. Иди сюда. Кидайся в воду. Да что-то такое какое-то, я не знаю, не русский. О, отлично. Где наш фильтр? Так. Прилепили. Ну и, по идее, все. Пошла водичка. Отлично. Все бурлит, все кипит. Так, ну что, осталось дело за малым. Нам накидать туда грунта. И посмотрим, что мы там, как быстро мы намоем с вами хотя бы соточку. Ну, один процент, две лопаты, один процент. Все равно один. Нет, два. Но это гораздо быстрее будет, нежели мы бы промывали бы ведрами. Это уже точно. Ну что, осталось нам насыпать до сотки. Чтобы наши коврики наполнились до сотки. И посмотрим, что у нас получится. И вот, друзья, у нас получается 4 часа утра практически всю ночь закидываю я туда землю. И у нас намыто только 51 процент заполнения ковриков. поэтому я думаю, что до самого утра мы точно будем это все дело закидывать. Не быстро. Не быстро. Но никто и не говорил, что будет легко. Встает у нас уже солнышко потихоньку. У нас 6 утра. Становится светло. В принципе, я думаю, что можно даже сходить отключить, наверное, наше светло. Наше светило, да? Чтобы не полить топливо. Я думаю, что топливо нам еще пригодится. И у нас пока еще только 77 процентов. Как тут все гремит, Господи. Да, я думаю, что нормально и так будет. Ну, а мы продолжаем до соточки. Осталось нам последние две три лопаты. И я думаю, что будем снимать наши коврики. Так, соточка. Высыпаем. Ура, ура. Ребят, я не знаю, что у нас получится с намывкой. Давайте отключим кусочек. А то уж сильно он уже сильно, сильно орет. У нас все коврики по сотке. Ну, я думаю, что намыли мы, ну, не знаю, ну, одну унцию точно. И ребята, кстати, советовали о том, что можно в бедре сразу четыре коврика промывать. Давайте сразу попробуем, получится у нас это или нет. Ну, и, как говорится, ваши ставки, господа. Сколько мы получим денег? За наши труды. Насыпали мы, получается, всю ночь. И еще целых два часа, да? Это сколько у нас получается? Да, восемь часов. Как смену отработали мы, восемь часов мы с вами вынимали грунт, чтобы добить коврики на сотку. Ну, посмотрим, что у нас получится. Главное, чтобы нам за кредит было чем отдаваться. У нас 14 долларов осталось. У нас ночью сняли деньги, 55 долларов этих, вот что у нас было, да, по кредиту. И теперь у нас вообще ничего, ни шиша нету. Так, ладно, посмотрим. Остается только молиться. Момент истины. Ребята говорили промывать прямо в воде там. Давайте попробуем, что мы не все промываем. О, блин, смотрите, сколько там золота. Ё-моё. Так мы действительно на самом деле неправильно делали. Офигеть, сколько золота. Так, давайте собирать. Мы впервые использовали пинцет. Ура! Так, это плохо. Опять пинцет. 0,1 уже есть. Так. 180. 220. Интересно, сколько получится. Уже 0,3, да? Но это мало на самом деле. Но мы еще не все золото собрали. Так, один кусок он там маленький болтается. Так, 0,4 получилось у нас с одной тарелки. Но это немного. Это немного на самом деле. Я думал, будет все намного круче. Так, хорошо. Нам нужна первая унция намытая. Так, ну давай смотреть. Мне кажется, все равно, что так, что мы по старинке промывали, что мы опускаем. Ничего не меняется. так, хорошо. Так, Давайте собирать. Но мне нравится, что тут много, много крупинок этих, да? Так, 0,5 есть уже. Так, ну ты и везунчик. Я никогда прежде ничего такого не видел. Это самый крупный самородок золота, который я видел за 40 лет, будучи золотоискателем. Надеюсь, что это не только удача новичка, но ты используешь это с умом, чтобы не копать лопаты до конца своих дней. Да, не хотим до конца своих дней копать, точно. вместо этого начни использовать солидные машины. Ну, мы постараемся, смотря сколько, как мы его продадим, правда? Проверь, что тебе нужно, чтобы обслуживать переносной просеиватель, но не забудь об экскаваторе. Вау, экскаватор, это, это, это хорошо звучит, мне нравится. Даже того маленького должно тебе хватить. Что ж там за самородок такой, ну-ка. Окей. 39 солнцей. Да ладно. А может, может еще покопаем? Так 39, это ж сколько денег-то? Ребята, идем гулять. Ну, раз он сказал про экскаватор, я так понимаю, что нам хватит этого. Так, ну тут вроде все. Уже мелочью такой не хочется заниматься, да? Так, высыпаем это. Но у нас еще осталось ведерки. Мы еще не все промыли, поэтому давайте-ка мы это все дело промывать дальше. Это сколько же это получается? 39 солнцей, да? Офигеть. Вот это круто. вот это круто. Так, ну все мы там промыли вроде? Так, давайте собирать. У нас получается 40 будет в итоге. В итоге 40 получится. Офигеть. Так, пинцетик, это всегда хорошо. 40 пока еще нету. Ну давай, мелочь ты. Так, есть. Есть еще. Есть, 40 есть у нас. Так, остался он еще один маленький, вижу, болтается там. Ну куда ты закатился? Иди сюда. Так, ну вроде бы все. Вроде бы все. Высыпаем. Высыпаем. И у нас еще, еще на раз осталось, да? Так, ядро пустое, но давайте смотреть. Промываем, промываем. Может еще один самородок найдем? На 40 функций, а? Может еще один, а? Ну пожалуйста. Не, ничего. Ничего там нету, наверное. Ну хотя тут тоже крупные куски, может быть. Может нам еще один попадется. Может нам повезет, и мы два найдем таких. Говорит, самый крупный за 40 лет. Ну да, это наверное крутой. Сейчас посмотрим, что у нас получится по деньгам. Он про какой-то переносной промыватель нам говорил. Надо будет посмотреть, что он стоит по деньгам. Так, и того у нас получилось. И того у нас получилось почти 40 с половиной унций. Это просто шикардосы. Ребята, это просто шикардос. Так, мы все тут отключили, по-моему, ничего тут у нас не гремит. Все нормально. Так, сколько у нас канистры там осталось? Давайте, может, если поедем в город дозаправим, тогда уже, ну в смысле, выльем все сюда, что тут сгорело, полностью набьем. Так. Ну и в насос тоже. И в насос. Полканистры у нас осталось еще. Заберем ее с собой тогда. Я не знаю, можно было бы еще купить канистру, она же, в принципе, это и недорогая, она там, по-моему, 10 долларов мы за нее платили. Так, канистру мы забираем. Больше нам ничего ж не надо. Больше нам ничего не надо. Ладно, поехали. Поехали. Посмотрим, что нам, что нам там дадут. Ну, я думаю, что наплавим сразу на такой слиточек хороший, на 40 унций такой, чтобы, оба, такой тяжеленький. Вот мы и в городе, друзья, направляемся сразу, бегом, да, в первую очередь это к кузнецу. Сразу выплавим слиточек, посмотрим, как он изменится, насколько он будет тяжелый, объемный по сравнению с нашим первым. Ну и поедем сразу в банк продавать. Так. Хорошо. Ай, забыл. Да радость тогда был заглушить. Так, хорошо. Идем, идем к кузнецу. Создать. 40 с половиной у нас получилось. У нас получилось больше, чем у нас было руды. Так. Стоимость. Это мы заплатим 405 долларов за это? Так, а у нас столько денег нет. Как мы столько заплатим? Проблемы с платежом. Так, е-мое, у нас только 14 баксов, по-моему. А, ну ладно, давайте чуть-чуть руды продадим. Чуть-чуть. Я сказал чуть-чуть. Полторы штуки дают сразу. О, продадим половинку. Так. И нам хватит тогда, чтобы сделать слиток. Отлично. Вот такой вот слиточек, ребят. Там на нем даже написано, по-моему, да? Блин, я его хреново положил. 36, что-то там написано. Так, ладно. 36,8. А, это может какая-то как проба. Ну, кидаем его туда, в багажник. Он там же, надеюсь. 0,4 у нас получился слиточек. Так, отлично. Ну, едем в банк. Едем в банк. Пока мы все равно так и остались нищеброды, да? Пока мы еще ничего с вами не заработали. Отдали за переплавку 400 долларов целых. Так, летим, летим, летим в банк. Давайте смотреть, что у нас получится с продажи данного слитка. Так, глушим. Ну, идем продавать. продать вот этот слиток. 44 тысячи нам дают за него. Это ж просто круто. Это ж просто круто. И у нас в итоге получается 44 тысячи долларов. Ребят, 44 тысячи долларов. И на этом все, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok